Мелатонин и опухоли легких Восхищая развитие современной медицины, говорил, что каждый больной по различию сложения своего требует особого лечения, хотя он страдает болезнью одинаково. И проповедовал Мудров следующую фразу. Лечить надо не болезнь, а больного. То есть его можно считать родоначальником современной персонализированной медицины. В настоящее время современная концепция здравоохранения во всех развитых странах и в России в том числе базируется на принципах 4П. Медицина должна быть предиктивной, превентивной, персонализированной, а самое главное с участием самого пациента. То есть пациент должен желать выздоровления. И поэтому медицина современно основана на изменении базового принципа лечения болезни от общих подходов к персональному выбору терапии. И наиболее ярко такие персонализированные подходы в современной медицине проявляются в онкологии, где важную роль играют молекулярные методы диагностики. И вот разработка новых технологий привела к тому, что на рубеже 20 и 21 веков медицинская наука перешла на уровень исследований межмолекулярных взаимодействий. Возникла новая отрасль инновационная медицинской науки и практической медицины, молекулярная медицина, иначе она еще называется биомедицина. Оба этих понятия равнозначны и употребляются одинаково, как в зарубежной, так и в российской литературе. И молекулярная медицина базируется, как я уже сказал, на принципиально новом подходе к болезни и больному. И в своем арсенале она использует современные профилактические, диагностические и терапевтические подходы, которые реализуются на молекулярно-генетическом и клеточном уровне. И вот в рамках молекулярной медицины как целого глобального направления современной медицинской науки возникло прикладное направление, так называемая молекулярная микроскопия. Это связано с тем, что бурное развитие и широкое внедрение в медицину получили молекулярно-биологические методы, которые на микроскопическом уровне позволяют верифицировать огромное число сигнальных молекул, то есть тех самых биологически активных веществ, которые продуцируются, как еще предполагал в свое время Клод Бернар в любой клетке организма, и они, используя унифицированный химический язык, осуществляют межклеточные взаимодействия. То есть гистология, анатомия, морфология перестали быть науками описательными, они стали наукой функциональной. Ну а следовательно, знание нарушения экспрессии конкретных факторов, от которых зависит развитие и прогноз новообразований, позволяет, естественно, повысить как объективность диагностики, так и наметить таргетный метод лечения, потому что существуют и фармацевтические методы, и радиологические, и биологические методы, которые позволяют менять характер экспрессии тех сигнальных молекул, которые задействованы в патогенезе опухолевого роста. А значит, все это вкупе позволяет оптимизировать прогноз, исход и успех лечения опухолевых заболеваний. Сейчас уже известно, что примерно в 30% карцином, то есть эпителиальных опухолях различной локализации, содержатся так называемые апудоциты, нейроэндокринные клетки, которые экспрессируют пептидные гормоны и биогенные амины, которые определяют, лежат в основе так называемых параноэпластических синдромов. И вот среди такого широкого спектра сигнальных молекул, которые уже верифицированы в злокачественных новообразованиях, на наш взгляд важное место занимает мелатонин. Его экспрессия верифицирована в различных злокачественных новообразованиях, в том числе в карциномах легких, где он встречается в 18-22% случаев. Немножко о самом мелатонине. Ну, естественно, основным источником является пениальная железа. Ранее еще писал Рене Декарт, что пениальная железа есть в местилище души. А в 1958 году американский, подчеркиваю, дерматолог, это не биохимик, не клеточный биолог, а дерматолог Аарон Лернер, он обнаружил просветляющий эффект экстрактов пениальных желез на меланофоры лягушек. И он назвал это биологически активное вещество мелатонином. Как он в своем выступлении сказал, что он выбрал мела, поскольку гормон просветляет окраску меланофоров, а тонин, потому что через несколько месяцев после своего открытия вместе со своим другом и коллегой Джулиусом Акселлеродом, который впоследствии, к сожалению, без Лернера получил Нобелевскую премию за открытие, правда, не мелатонина, а других гормонов в центральной нервной системе, они установили, что предшественником мелатонина является серотонин. Мелатонин имеет суточный ритм, о биологических свойствах мелатонина уже говорили, что он является цитостатиком эндогенным, он модулирует, естественно, биологические ритмы контролирует, он обладает иммуномодулирующими свойствами, и он является самым эффективным эндогенным поглотителем свободных радикалов. Вот здесь представлен синтез мелатонина, чтобы было понятно, но это все знают в этой аудитории, что основным предшественником мелатонина является 5-окситриптамин серотонин, который через N-ацетилмодулирование превращается в мелатонин. Нами была изучена экспрессия мелатонина в ткани опухоли и секреция мелатонина, которая оценивалась по показателям экскреции 6-сульфатоксимелатонина с мочой, у 247 больных опухолями легких, 228 карцином и 12 карциноидов. Возраст больных был в пределах от 40 до 72 лет, экспрессию мелатонина в опухолях проводили на материале, полученном при хирургических операциях, а вот экскрецию 6-сульфатоксимелатонина определяли до хирургического удаления опухоли у этих же больных и воздействие химиотерапии, радиотерапии или других видов лечения, чтобы исключить их влияние на синтез и секреция мелатонина. Применялись три основных метода исследования. Два из них – это методы молекулярной микроскопии, это метод тканевых матриц, который позволяет вмонтировать матричный блок образцы из донорных блоков и сформировать так называемую матрицу, что позволяет оптимизировать в последующем проведение молекулярно-морфологических реакций. Это метод, естественно, конфокальный сканирующий иммунофлюоресцентный лазер на микроскопии, который позволяет изучать экспрессию сигнальных молекул как в клетках, как инвитро, так и инвиво. Самое главное – проводить количественную оценку параметров экспрессии и осуществлять трехмерную реконструкцию микроскопических изображений в режиме реального времени, что, в общем-то, позволяет сканировать гистологический препарат и получать данные не только с его поверхности, но и проводить типа компьютерной томографии на гистологическом срезе. Ну, естественно, 6-тольфатокси-мелатонин определялся методом радиоиммунного анализа в лаборатории биохимии Тюбингенского университета нашими коллегами, докторами Кристианом и Хэллой Барш. И мы участвовали в этих определениях в результате нескольких зарубежных командировок. Вот так выглядит тканевая матрица карциноида легких. Это не карцинома, это карциноид. И он взят в качестве примера показать, что действительно синтез происходит в тех мелатонин-иммуно-реактивных клетках, которые есть в составе этой опухоли. Там обнаруживается как его основной предшественник серотонин, так и эноцетилсеротонин, сам мелатонин слева внизу, а справа даже его метаболит миксамин, 5-метокситриптамин. Все это свидетельствует о том, что идет не накопление эндогенного мелатонина, доставляемого в ткань опухоли, например, с током крови, а непосредственно в самой опухоли продуцируется данный гормон. Вот так выглядит иммуногистохимическая реакция с антителами к мелатонину в карциноме легкого. Проведенное параллельно электронно-микроскопическое исследование также подтвердило, что там продуцируется мелатонин, потому что на электронограммах вы можете видеть полиморфные секреторные гранулы, соответствующего строения, которые характерны для серотонина и мелатонина. Показана в нашей лаборатории была защищена кандидатская диссертация Галины Михайловны Дейнека, которая не только в опухолях легкого, но и в опухолях желудка предстательной железы показала наличие мелатонина иммуно-реактивных клеток, и она же сделала анализ с течением клинической картины у больных. И было показано, что опухоли с гиперплазией мелатонина иммуно-позитивных клеток склонны к более медленному метастазированию и обладают лучшим прогнозом развития. Но это неудивительно, учитывая, что биологические свойства мелатонина характеризует его как антиопухолевый продукт. Вот так выглядит тканевая матрица карсиномы легкого. Здесь 418 образцов. Это была диссертация, посвященная скринингу на выявление экспрессии не только мелатонина, но и других возможных прогностических опухолевых маркеров. Мелатонин был обнаружен в 44 наблюдениях. Из 418 образцов, вот видите, здесь 4 примера в 37-м, 63-м, 74-м, 325-м случаи. Естественно, велась картотека на всех этих пациентов. И ретроспективный анализ показал, что мелатонин действительно обнаруживался только в высоко дифференцированных новообразованиях и ассоциировался с низким метастатическим потенциалом опухоли. Данный слайд представляет собой пример тканевой матрицы, которая позволяет верифицировать на одном препарате, в данном случае, карсиномы легкого, несколько прогностических маркеров. Это сам мелатонин, это фактор пролиферации КИС-67, и циклинзависимая киназа, которая связана с апоптозным путем развития, с метахондриальным путем развития апоптоза. Так вот, благоприятный вариант для патоморфолога – это, если он регистрирует снижение активности КИС-67, что отражает низкую пролиферативную активность опухолевых клеток, высокие уровни экспрессии самого мелатонина, как эндогенного цитостатика, и усиление гибели опухолевых клеток путем апоптозы, гиперэкспрессия циклинзависимой киназы. Экспрессия мелатонина отражает низкую инвазивность карсиномы легкого и коррелирует с продолжительностью жизни больных после операции. Это архивный материал, а и б – это слабоинвазивная карсинома, и там продолжительность жизни у пациентов была 11,7 лет после операции. А внизу низкая экспрессия мелатонина – это высокоинвазивная карсинома, и продолжительность жизни была в разы меньше. Сейчас большое внимание уделяется такому белку, как сорцин. В данном случае эти препараты любезно предоставлены профессором Робертсоном из Лондона. Мы с ним выполняли совместный грант тоже по идентификации различных биомаркеров. И вот показано, что сорцин, который ассоциируется с лекарственной устойчивостью опухолей при химиотерапии, он является, естественно, неблагоприятным прогностическим признаком. Так вот, показано, что здесь высокая экспрессия сорцина, красная флюоресценция и низкая экспрессия мелатонина в мелкоклеечной карсиноме легкого, которая сама по себе достаточно злокачественна. Это вот такая картина отражает высокую степень химии радиорезистенции опухоли, что тоже надо учитывать. Были проведены в лаборатории профессора Эрнандес Яго Валенсия нашими сотрудниками экспериментальные исследования, в которых они принимали участие, и показано, что введение мелатонина снижает воскулиризацию экспериментальной карциномы легкого. Вот видно это по фактору экспрессии ВЕКВ. И, наконец, пару слайдов по изучению экскреции 6-фольфатокси мелатонина у онкологических больных, в том числе у больных раком легкого. Было показано, что уровень секреции мелатонина зависит от дифференцировки и прогрессии опухоли у конкретного больного. То есть, тотальные цифры статистически недостоверны, 1400-1426, а если разбить наблюдение по степени дифференцировки, то видно, что данные уже превращаются в достоверное снижение. Была зарегистрирована очень выраженная позитивная корреляция между экскрецией мелатонина и индексом PCNA. PCNA – пролиферативный ядерный антиген, он тоже является интегральным маркером пролиферации клеток. И вот такая строгая положительная корреляция открывает возможность рассматривать мелатонин как многообещающий маркер для оценки прогноза опухолевой прогрессии. И вот один из последних слайдов мы провели с профессором Хорошининой на изучение мелатонина в слюне у пациентов, переживших в детском возрасте блокаду Ленинграда. И известно, что частота развития опухоли в целом, и в частности карцином легких у таких пациентов достоверно ниже по сравнению с общей популяцией онкологических больных. И у пациентов, переживших блокаду Ленинграда, отмечен более высокий уровень концентрации мелатонина в слюне, что свидетельствует о более высоких адаптационных способностях у данной когорты больных и, видимо, как следствие, о повышении их онкоустойчивости. Таким образом, очевидно, что мелатонин, являясь мультифункциональной сигнальной молекулой, может рассматриваться как перспективный маркер и возможная мишень для таргетной персонифицированной диагностики и лечения опухолей легкого. Я хочу выразить благодарность нашим зарубежным коллегам, докторам Кристианам и Хелли Барш из Университета Тюбингена, где мы несколько раз проводили многомесячные исследования за плодотворную совместную работу по изучению мелатонина в качестве диагностического маркера, а также Немецкому исследовательскому обществу и Немецкому обществу академических обменов за поддержку наших исследований грантами в течение 12 лет. Благодарим за интерес и внимание. Продолжение следует...